И всем привет, дорогие друзья, с вами Экстер, и я продолжаю делать свой туториал по фрапсу. Значит, я сегодня буду показывать, как его настраивать, чтобы на Windows 7 пошел нормально. И что ж, поехали. Значит, заходим в первое, главное. Кто не знает, как его устраивать, где он скачает, смотрите предыдущее видео. Заходим в первое, главное. Тут запускать фрапс свернутым, ну, это не очень, так надо, не ставим галочку, не ставим, не ставим. Окно фрапс поверх остальных окон. Если вот вы хотите, чтобы, нажимаете, и когда вы открываете, например, мой компьютер, то фрапс не будет свернутым, как бы. Он будет поверх моего компьютера, вот. То есть в папке мой компьютер. Запускать фрапс при старте видов. Это чтобы вот вы запустили компьютер, он все прогрузился и сразу фрапс запускается. Мониторинг работы стола Айродэвм. Это ставьте клавишу, если вы хотите записать рабочий стол. Это мне не очень надо. Минимизировать систему панели. Это нажимаете, и он как бы внизу, вот тут, где Windows вставляется. Что, зажата, мы разобрались. Тут мне не очень так все надо, я вообще все убрал. Значит, фпс, дальше. Папка для хранения текстов. Тут, короче... А, тестов, текстов, блин. Тут, короче, как вы поняли, по вот этой надписи. Тут вы делаете тест, если у вас не глючит, если у вас все нормально. То есть, вы нажимаете на F11 в игру, ставьте, куда у вас будет положение, и запускаете на несколько, вот на 60 секунд, ну, короче, то есть ставите на сколько. Запускаете, и он снимает. Потом вы смотрите на качество видео и так далее, чтобы не снимать сразу. Частота кадров, время кадров, журналы, работа. Тут, короче, что вам надо, чтобы вам показывало. Становите тест через 60 секунд. Это уже... Да, останавливать. То есть, снимает 60 секунд, и все. Смена положения оверлейна. То есть, вы нажимаете на F12, и смена... и положение меняется. То есть, когда вы записываете, то у вас вот тут внизу... Ой... Короче, в углу фпс. Вы тут вставляете, в какую сторону у вас фпс будет. Видео, конечно, его не будет. Я обычно ставлю вот тут. Может, отключить сразу же. Но я не буду. Обновление оверлейна раз в секунду. То есть, он будет меняться. Тык-тык-тык-тык-тык. Дальше. Нажимаем на видео. Папк для хранения видеозаписей. Тут нажимаете изменить, и изменяете, куда вам надо. Меня устраивает и Movies. Чтобы у вас... Вот тут вот ставите кнопочку для захвата. У меня, например, F6. Потому что в Майнкрафте F6 ничего не действует. То есть, нету никаких действий на клавишу F6. И чтобы у вас в играх не глючило на Windows 7. Нажимаете 60 фпс. И полный размер. Ой, вот. Всё. Оставляйте 60 фпс и полный размер. Record Win 7 Sound. Это только на Windows 7 есть. То есть, когда вы будете записывать, например, и говорить с другом в скайпе. Если вы вот вставили вот эту феню, то у вас будет записываться и звук из скайпа. Тут запись внешнего ввода мне не нужен. Потому что у меня, как бы, это микрофон. И захват только при нажатии, например, на Space. То есть, когда вы нажимаете на Space, то у вас идёт запись звука. Разделять фильм каждые 4 гигабайта. Поскольку вы знаете, что фрап снимает много гигабайт, то вот это мне не очень надо, чтобы потом всех их в одну ставить. Нет. Скрыть курсор мыши на видео. Это мне не очень надо. Блокировка частоты кадров. Это мне тоже не надо. Захват RGB без потери. Может быть, медленно. Мне это тоже не надо. Назимаем наш скринш... Скриншоты. Это, короче, чтобы сфоткать экран, например. Ставьте куда фотку. Захват изображения где. Ставите формат. Вот, например, PNG или GPD. Настройки изображения. Добавляяяяять оверлейн в скриншоты. То есть, чтобы у вас был FPS в скриншоте. Это я не знаю зачем. Повторять захват экрана каждые 10 секунд. Нажатие клавиши не требуется. Короче, вы нажимаете на F10, вот как у меня тут. И он каждые 10 секунд будет ваш экран скриншотить. Вот и всё. Я обо всём рассказал. Вот ещё раз пройдусь по всем, чтобы вы видели, что где должно стоять. Тут ничего. FPS. Вот. Тут. Можете ставить куда вам надо. Видео. 60 FPS полный размер. Рекорд вин 7 сон стерео. Скриншот. GPD. У меня, например. Или тут формат, короче, ставите какой хотите. Тут не ставьте ничего. Ну а всем пока. С вами был Локсов. Подписывайтесь на канал. Оставьте лайки. Комментируйте. И всем пока, друзья.